Этот город самый лучший город на земле, а потому рекламный облик требует преображения. С таким посылом к собравшимся обратилась Анастасия Маливанова, исполняющая обязанности начальника отдела контроля за рекламой и наружным оформлением администрации Денцовского района. Введение единых стандартов озадачила предприниматели, которые спешили задать свои вопросы напрямую представителям районной власти. Круглый стол, организованный общественной палатой, собрал все заинтересованные стороны. Сама администрация Денцовского района поддержала идею проведения данного круглого слова, для того, чтобы напрямую ответить предпринимателям на интересующие их вопросы по данной теме. Информация или реклама? Каковы допустимые размеры информационных наружных конструкций? Каким образом получить разрешение на размещение рекламы? Специалисты администрации стараются максимально упростить задачу с оформлением необходимой документации. В наш отдел по контролю за рекламой и наружным оформлением подаются документы. Мы здесь сами уже смотрим, что именно, на что мы получаем это согласие. И, соответственно, либо мы даем письменный ответ при согласовании архитектуры внешнего вида о том, что это информационные вывески не требуются дополнительного разрешения. Либо, соответственно, если мы понимаем, что это рекламные конструкции, соответственно, готовим, либо отказываем в выдаче разрешения на установку эксплуатации рекламной конструкции. Наболевшая тема продления договоров, а точнее заключения новых с учетом новой программы развития внешнего облика города. Мы не говорим о том, что мы отменяем все ранее действующие выданные разрешения. Безусловно, они могут сохранить с нашими, просто в индивидуальном порядке ко всему проходят. Плюс, если мы говорим о том, что у рекламных конструкций, которые не на объектах недвижимого имущества установлены, а просто, например, на земельных участках, вы знаете, конструкция рекламная, то есть, которая на ноге какой-то, и так сказать, формат 3 на 6, 2 на 7, 3 на 7. То есть, есть же и такие конструкции со старыми действующими разрешениями. Просто изменилось законодательство о рекламе, и с 2013 года, по-моему, с января, все эти рекламные конструкции, они должны быть внесены еще в схему общую размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района. Вот если эти рекламные конструкции есть в этой схеме, соответственно, они соответствуют закону, вместе с разрешением имеют право на жизнь. Если их в схеме нет, то мы либо их вносим в схему, либо аннулируем эти разрешения старые, и, соответственно, прекращается деятельность. Главный архитектор Одинцовского района Кирилл Завражин сообщил, что уже готовы несколько навигационных проектов, которые позволят свободно ориентироваться в городском пространстве. Помимо того, что сейчас делается, меняется дизайн вылесок, а также рекламных конструкций, мы еще введем, именно физически смонтируем элементы навигации в этом году. Цель навигации для того, чтобы удобно пользоваться при нахождении различных общественных мест, предприятий, коммерческих в том числе. За круглым столом прозвучал вопрос о незаконных рекламных конструкциях, нарушающих внешний облик города, иногда даже неэтичных. Александр Тесли напомнил участникам встречи недавнюю ситуацию с модным рестораном, который эпатажной рекламой вызвал бурю недовольства горожан. Любая надпись и вывеска должны вписываться в единый стиль и не противоречить действующему законодательству. Ежедневно в отдел контроля за рекламой районной администрации поступают до 50 обращений о незаконно установленной рекламе. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.